В их арсенале нет пожарных гидрантов и огнетушителей. Их главное оружие – это слово, подкрепленное статистикой и нормами законодательства. Они призваны предотвращать трагедии. Сотрудники Анапского пожарного надзора свою службу несут ежедневно. И даже сегодня в свой профессиональный праздник они, как обычно, на посту. Как отмечает руководитель, коллектив, хоть и небольшой, зато профессиональный и надежный. Леонид Бурнайкин работает в отделе надзорной деятельности. С 2003 года имеет ряд наград. За неоценимый вклад в работу при подготовке к Сочинской Олимпиаде был награжден благодарностью президента России. Отмечает, работа сложная. На инспекторах лежит большая нагрузка и ответственность. У нас постоянно какая-то сложность такого, что расслабления некого нет у нас. То есть все время то, либо то пожароопасный период, значит, горение травы, угроза лесных пожаров, значит, либо какие-то дополнительные операции, ну, как бы по детским лагерям, по дошкольным, там, школьным образовательным учреждениям. Его коллега по отделу Степан Дамниди из династии пожарных. Его отец всю жизнь посвятил борьбе с огнем. Старший брат – руководитель пожарной части. Сам Степан выбрал сложную профессию дознавателя. С начала этого года в Анапе произошло 60 пожаров. Именно ему приходится устанавливать причины. Как отмечает инспектор, большинство трагедий случается по вине самих людей. Безответственное отношение к нормам пожарной безопасности зачастую приводит к трагедии. Участились в последнее время случаи вспышек бытового газа вследствие нарушений требований пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации газовых баллонов. Люди ставят газовые баллоны в квартирах, в домах, происходят утечки и в случае вспышки взрывов газов. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, обратить внимание жителей на пожарную безопасность у себя в жилье. И инспектор пожарного надзора не может физически посетить каждый дом, хотя мы это делаем, особенно по неблагополучным семьям, многодетным, регулярно, совместно с администрацией ОВД, проводим такие рейды, осмотры, посещаем семьи, доносим информацию, инструктируем, как можем, в общем, помогаем. Постоянная профилактическая работа ведется с руководителями предприятий и социальных учреждений. Проводятся профилактические беседы. Выдается наглядный материал. Детям информация доносится в интересной игровой форме. Проводятся игры и конкурсы противопожарной тематики. Одним словом, огнеборцы невидимого фронта прилагают все усилия, чтобы трагических случаев стало меньше. Я хочу поздравить всех ветеранов Государственного пожарного надзора, которые сейчас уже оставили нашу службу, но некоторые продолжают также работать на других объектах. И тем, кто уже ушел на заслуженный отдых, но все равно является нашим помощником во многих мероприятиях, пожелать им доброго здоровья, настроения, мира, добра и уюта в каждом доме.